Берингово море. Самое восточное российское море, раскинувшееся между Камчаткой и Америкой. На севере Берингово море соединяется с Чукотским морем Беринговым проливом, на юге граничит с Командорскими и Алиутскими островами. Из всех морей, омывающих Россию, Берингово море самое глубокое и большое. Его площадь составляет 2 миллиона 315 тысяч квадратных километров, а максимальная глубина моря 4151 метр. В Беринговом проливе ближе всего подходят друг к другу два материка, Евразия и Северная Америка. Расстояние между ними около 90 километров. Примерно 15 тысяч лет назад уровень воды в Мировом океане был ниже и эти два материка были соединены сухопутным проходом Берингией. Поэтому пути в Америку перешло большое количество млекопитающих. Из ныне живущих это медведь, лось, росомаха, бизон и другие млекопитающие. Миграция в большинстве случаев была в одну сторону. Почти все ученые сходятся на том, что по Берингии из Евразии в Америку примерно в те далекие времена попал и человек разумный. Далее расселился по всей площади Северной и Южной Америки. Посередине Берингово пролива лежат острова Диамида, разделенные всего лишь пятикилометровым пространством. Западный остров Ратманово принадлежит России, восточный остров Крузенштерна, территория США. Между островами проходит государственная граница двух стран. Более сложно обстоят дела с их экономическими зонами. В 1990 году Эдуард Шаварднадзе, на тот момент министр иностранных дел СССР и госсекретарь США Джеймс Бейкер подписали соглашение о передаче США акватории Берингово море по разделительной линии Шаварднадзе Бейкера. Соглашение было ратифицировано Конгрессом США в рекордные сроки, однако до настоящего времени не ратифицировано российским парламентом. По мнению российской стороны, в соглашении не принимали во внимание множество факторов и российская сторона требует пересмотра границ. По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли. Часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23 700 квадратных километров, фактически переданная Советским Союзом Соединенным Штатам в 1977 году. Часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7 700 квадратных километров. Участок континентального шельфа площадью 46 300 квадратных километров в открытой центральной части Берингово море, находящейся за пределами 200-мильной зоны от исходных линий. При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингово море к Российской Федерации, составил всего 4 600 квадратных километров, что в разы меньше, чем полагается при разграничении по срединной линии. Но фактически граница уже проведена. США уже распродала квоты на добычу нефти и вылов рыбы международным компаниям, граница пристально патрулируется береговой охраной США. Берингово море почти полностью находится в субарктической климатической зоне, только самая северная часть относится к арктической, а самая южная часть – к зоне умеренных широт. Средняя температура воды летом в Беринговом море – около 7 градусов тепла по Цельсию. Берингово море издавна считается одним из самых промысловых морей с уникальной биологической продуктивностью. Каждый год море дает около 4,5 миллионов тонн рыбной продукции. Это около 7% того, что вообще дает человечеству мировой океан. Промысловыми являются около 35 видов, в основном это лососевые, тресковые и камболовые. А также тихоокеанская сельдь. После того, как к середине 20 века были почти полностью истреблены киты в Беринговом море, туда устремилось из Тихого океана огромное количество минтая, которого раньше считали побочной рыбой для промысла. Эта рыба стала ключевой в промысле Берингово море с ежегодным выловом к середине 70-х годов около 4 миллионов тонн. Так минтай попал на столы практически каждой семьи в СССР. В наше время его добывают меньшими размерами. Примерно 1,8 миллиона тонн в год. Кстати, минтай в Беринговом море активно добывается не только Россией и США, но и другими странами в нейтральных глубинных водах моря, которую США называют дыркой от пончика. Помимо минтая в Беринговом море добывается сельдь, треска, камбала, дальневосточный лосось. Особую статью занимает промысел ценнейшего камчатского краба. Этот промысел еще называют золотой лихорадкой 21 века. Краболовы вступают в схватку с трехметровыми волнами, шквалистым ветром и ежеминутной опасностью выпасть за борт, что равняется смерти в этом не прощающем ошибке моря. Промысел краба в Беринговом море начинается примерно в середине октября и длится обычно до самого начала мая. При этом время вылова здесь строго ограничено ввиду специфики жизнедеятельности этих ракообразных. Каждый год Берингово море уносит в среднем жизни 12 рыбаков, а ловля крабов считается самым опасным из всех способов ловли. Ловец камчатских крабов – одна из самых опасных профессий в мире. В Беринговом море обитает много голостоногих, из которых большинство относятся к семейству настоящих тюленей. Это нерпа, акиба, крылатка, ларга, лахтак. Из семейства ушастых тюленей здесь водится морской котик и сивуч. Морж – единственный представитель семейства моржовых в этом море. Калан, населяющий Алеутские и Командорские острова, относится к семейству куньих. Из китообразных в Беринговом море встречаются серый кит, кашалот, белуха, нарвал. Рядом с Командорскими островами можно встретить косаток. С конца 80-х годов 20 века промысел почти что всех млекопитающих в Беринговом море запрещен или строго ограничен. Основные реки, впадающие в Берингово море – Анадырь, Апука, Великая, со стороны Северной Америки это Кускоквим, Нушагак, Юкон. Основные порты Берингово море – Анадырь, Проведение. И порт Ном в США. В бухте Проведение Берингово море берет начало морская транспортная артерия Дальнего Востока с Европой, которая контролируется Россией. Это Северный морской путь. Использование Северного морского пути является основой транспортной инфраструктуры Крайнего Севера. Это малозатратный и эффективный способ транспортировки товаров любых видов. На данный момент основная часть грузов через Северный морской путь проходит внутри России. Другие государства, такие как Китай, Япония и Южная Корея, используют Северный морской путь как альтернативу морскому пути через Суэцкий канал. В некоторых случаях так быстрее и дешевле. За проход по Суэцкому каналу, как и за сопровождение через Северный морской путь атомными ледоколами России, взымается плата. Раньше это море называли Бобровым из-за когда-то огромного количества каланов, которого в старину прозвали морским бобром. Сейчас море именуется в честь Витуса Беринга, великого мореплавателя, руководителя первой и второй камчатской экспедиции. Во время первой экспедиции Беринг после изнурительного путешествия через всю необъятную страну добрался до устья реки Камчатки, после чего заложил и спустил на воду корабль, названный Святой Гавриил. На этом судне Беринг со своей командой исследовал восточный берег Камчатки, поднялся до южного берега Чукотского полуострова. После чего прошел через пролив, разделяющий два континента, Евразию и Северную Америку, из Тихого океана в Северный Ледовитый. Пройдя по северному побережью, Беринг обнаружил, что берега круто поворачивают на запад, еще немного пройдя на север и убедившись, что это все же пролив, Беринг принял решение вернуться назад. Возвращаясь в Охотск по морю, Беринг установил окончательные габариты Камчатки. Раньше ходило мнение, что она соединена с Японией. Витуса Беринга ждала следующая экспедиция в эти края, которая была намного масштабнее первой. Во второй камчатской экспедиции был заложен порт Петропавловск, ныне Петропавловск-Камчатский, из которого Беринг со своими помощниками на двух кораблях, Святой Петр и Святой Павел, отправились к берегам Америки. Во время одного из дней при сильном тумане корабли потеряли друг друга. Беринг на судне Святой Петр продолжал двигаться вперед и через некоторое время достиг американского побережья. Они высадились на небольшом островке, изучали его флору и фауну, после чего повернули назад. На обратном пути мореплаватели были застигнуты великим тихоокеанским штормом, к тому же большая часть команды болела цингой. Обессиленные они наконец увидели землю, приняв ее за Камчатку. Пока они обдумывали ход дальнейших действий, их выбросило на мель, и они потерпели крушение, как оказалось у берега одного из необитаемых островов. Здесь им пришлось остаться на зимовку, во время которой Беринг умер. Впоследствии этот остров также был назван в его честь. Он входит в группу Командорских островов. В этих экспедициях Витус Беринг официально доказал, что Америка и Евразия отделены проливом. В честь Онова и был назван один из самых важнейших проливов в мире. Также он и его команда открыли путь к Америке с востока, нанесли на карту Олеутские острова, доказали, что Камчатка не соединяется с Японией. Описали флору и фауну моря, была составлена достоверная и подробная карта местности и еще очень много другого. К Беринговому морю можно смело неоднократно подставлять местоимение самое. Из всех морей, омывающих берега России, оно самое глубокое, самое большое, самое восточное, самое продуктивное и так далее. Если вы бывали в Беринговом море, ходили под парусом или живете на побережье этих удивительных мест, поделитесь пожалуйста вашим мнением. С вами был канал Просветись.